Добрый день. На самом-то деле не так много, и здесь они перечислены в виде текстовых фрагментов. Но всё-таки самое значимое, что есть, это, конечно, остаётся анализ пациентов, которые так или иначе могут получить эффект от эндокринной терапии. На самом-то деле попытки эндокринной терапии начинались с совершенно эмпирических экспериментов, которые поставил хирург Джордж Битсон, пытаясь у молодых женщин удалять яичники. Действительно, в отдельных случаях он наблюдал эффективность от подобной терапии. Ну, где-то в 70-е, в 80-е годы сформировалось понимание этого процесса. На самом-то деле не все карциномы молочной железы имеют высокий шанс ответить на эндокринную терапию, а преимущества те, которые экспрессируют рецепторы эстрогенов. И, по сути дела, вот этот тест на определение рецептора эстрогенов, он выполняется, как правило, при помощи иммуногистохимического метода, хотя на самом-то деле там молекулярные методы, в частности РНК-экспрессия, дают сопоставимые результаты. Но стандарт у нас иммуногистохимия, и, конечно, этот метод ключевой для назначения терапии. За последние, ну, скажем так, два десятилетия, наверное, все-таки меньше пациенток стали получать тамоксифен, и больше пациенток получают в качестве одевантной терапии для лечения метастатического процесса ингибитор ароматазы. Ингибитор ароматазы приводит к тому, что у нас концентрация циркулирующих эстрогенов падает практически до нуля. Как опухоли адаптируются к эстрогеновой абляции? В некоторых опухолях в рецепторе возникают мутации в рецепторе эстрогенов, и в результате этой мутации рецептор больше не нуждается в стимуляции эстрогенами. Получается, что этот рецептор активен сам по себе. Ну, изредка, изредка подобные мутированные рецепторы могут характеризоваться чувствительностью к тамоксифену, препарату, который связывается с рецептором. Но на самом-то деле есть универсальный препарат фульвестран, в то время как ингибиторы ароматазы, они снижают концентрацию циркулирующих эстрогенов, они препятствуют синтезу эстрогенов, фульвестран просто разрушает рецептор, вне зависимости от того, этот рецептор мутированный или не мутированный. Ну и посмотрите, это как раз клинические испытания, они показывают, что действительно, если мы говорим о пациентах с мутациями, то здесь фульвестран дает значительно лучшие результаты по сравнению с другим ингибитором ароматазы. А вот если у пациенток без мутации, то там на самом-то деле сопоставимые результаты ингибитора ароматазы и фульвестрана. Но так или иначе, эти тесты практически в клинике не используются. Во-первых, на самом деле ребиопсия у пациенток с истинным рецепторопозитивным раком молочной железы это непростое занятие, потому что очень часто имеются только костные метастазы, ну и вообще эдвазивное вмешательство, в общем-то, это дело непростое. Во-вторых, чем делать тесты, просто чей так применять универсальные препараты типа фульвестрана, и получается, что сам по себе тест имеет весьма умеренную значимость. Если мы говорим о молекулярных механизмах, то, наверное, одно из самых событий этого года это неожиданные совсем наблюдения, связанные с ролью рецептора андрогенов в патогенезе, рецептор эстроген, рецептор позитивных карцином молочной железы. Ну, последние 5-10 лет много внимания уделяется тому, что отдельные карциномы молочной железы экспрессируют рецептор андрогенов, и даже антагонисты рецептора андрогенов пытались экспериментально применять как отчаянная попытка лечения карцином молочной железы. Что показывают авторы данной работы? Если мы берём эстроген, рецептор позитивной опухоли, то оказывается, что у них рецептор андрогенов выполняет тумор-супрессорную функцию. Ну, многие доктора помнят ту эпоху, когда стимуляторы рецептора андрогенов, андрогены пытались применять для лечения рака молочной железы, тоже как отчаянная попытка, потому что это лечение очень мучительное. Женщины очень мучаются от того, что в результате воздействия андрогенов у них фактически начинают меняться черты половой принадлежности. Но сейчас есть агонисты, стимуляторы рецептора андрогенов, которые не вызывают подобных побочных эффектов. То есть они стимулируют функцию рецептора андрогенов таким образом, что мужские черты в организме женщины не приобретаются. И вот что показывают экспериментаторы, что если мы берем эстроген, рецептор позитивный, карциномы молочной железы, то действительно применение агонистов, стимуляторов рецептора андрогенов может оказывать лечебное воздействие. Согласитесь, очень неожиданная и интересная работа. Тоже относительно новое событие. Привыкли довольно много говорить о том каскаде, который связан с делением клетки. Но есть еще один каскад. Это каскад, который связан с поддержанием жизнеспособности клетки в неблагоприятных условиях. Но опять же, если мы говорим про рецептор позитивной опухоли, про рецептор позитивной опухоли, посмотрите, вот мы воздействуем ингибитором ароматазы, и как следствие у нас концентрация эстрогенов падает почти до нуля. По идее, когда подобные клетки рака молочной железы, они не подвергаются должной эндокринной стимуляции, они должны погибать. Это обычная саморегулирующая реакция организма. Но примерно в 40% рецептора позитивных опухолей активирован ген, который кодирует субъединицу фосфатидил-инозитол-киназы. Что делает этот фермент? Этот фермент фосфатидил-инозитол-киназа, он фосфорилирует жирную кислоту, которая имеет это название. И в результате, если происходит эта мутация и происходит фосфорилирование этой жирной кислоты, то у нас клетки молочной железы, несмотря на эндокринную абляцию, сохраняют свою жизнеспособность и продолжают делиться. Отсюда идея сочетанного применения эндокринной терапии, в данном случае фульвестран, и ингибиторов фермента пиатрикиназа. Так и следует ожидать подобное сочетание у пациенток с мутацией, там, где опухоль мутирована, даёт лечебный эффект, потому что получается, что вы назначаете эндокринную терапию, и при этом вы за счёт угнетения вот этого фрагмента вы отменяете ту адаптацию к эндокринной абляции, которую эти клетки приобрели за счёт мутации. Ну, так или иначе, здесь сочетанное применение препаратов и, несомненно, новая мишень. Новая мишень — это мутация в гене пиатрикиназа. Наверное, всё-таки самым значимым фрагментом, когда мы говорим о молекулярной диагностике рака молочной железы, остаётся тестирование мутаций в генах БРК. Надо понимать, что существует на самом деле два основных гена, они называются, от английских слов, брак-кенцер, брака-1 и брака-2. Очень часто эти гены употребляют как синонимы, но здесь кроются определённые на самом-то деле нюансы и ошибки. Вообще это гены разные, они расположены на разных хромосомах, и посмотрите, даже на слайдах видно, что они имеют немножко... Сами белки имеют немножко разное строение с точки зрения функции. Несомненно, они участвуют в том числе в одном и том же процессе. Речь идёт о устранении повреждений, которые возникают в ДНК. Этот процесс носит... Они играют роль в процессах репарации ДНК. Но так или иначе, они играют разную роль и в процессах репарации, и в процессах канцерогенеза. Получается, что отождествлять их нельзя. Ну, в частности, если мы говорим про оба гена БРК-1 и БРК-2, то действительно они характерны для пациенток с ракомолочной железы и раком желудка. Но, помимо этого, ген БРК-2, но вовсе не БРК-1, также предрасполагает к раку поджелудочной железы и раку простаты. Что надо понимать? Если в соседней с нами Финляндии практически нет носителей мутации в гене БРК-1, но потомки викингов принесли довольно много носителей мутации в гене БРК-2, поэтому там часто с БРК-ассоциированными раками бывают рак поджелудочной железы и рак простаты, то у нас, по крайней мере, у славянского населения преобладают носители мутации БРК-1. Соответственно, у нас крайне часто встречается наследственный рак молочной железы и рак яичника, но при этом крайне редко встречается наследственный рак поджелудочной железы и простаты. Что еще важно понимать? Именно БРК-1 предрасполагает к трижды негативному раку молочной железы. Для БРК-2, ассоциированных раков молочной железы, часто характерно присутствие эстрогеновых рецепторов. Правда, подобные опухоли все равно лучше лечить химиотерапией, потому что, несмотря на формальное присутствие рецепторов, на эндокринную терапию они отвечают не всегда хорошо. Наиболее очевидное действие, когда мы диагностируем пациентку с мутацией БРК-1, БРК-2, как это влияет на терапию? Несомненно, на мой взгляд, все-таки подобная терапия должна включать в первую очередь препараты платины или по каким-то причинам платины не хочется применять антрациклины. То есть здесь вот эти ДНК-повреждающие агенты, они обладают заметно лучшей эффективностью, чем многие другие схемы. Когда мы говорим про диагностику БРК-мутации, то важно понимать, что здесь этнические аспекты играют колоссальную роль для интерпретации результатов теста и для выбора теста. Ну, почему вообще люди делятся на нации? Потому что у каждой нации есть свой пул прародителей, ну, которые и дали начало целой этнической общности людей со своеобразными биологическими особенностями, со уникальным языком и так далее. В зависимости от этого пулу прародителей в каждой нации персистируют разные, в общем-то, мутации. Если мы возьмем славянское население, поляки, украинцы, белорусы и русские, то у них довольно большое количество мутаций приходится на так называемые славянские повторяющиеся мутации в гене БРК-1. Но при этом надо понимать, что вот этот тест, экспресс-тест на частые мутации, он вообще хоть какой-то информативностью обладает только у славян. Более того, помимо того, что надо понимать, что назначение вот этих экспресс-тестов у лиц неславянской национальности является ошибкой. Нужно помнить, что и даже у славян возможности вот этого ПЦР-БРК-тестирования, они крайне ограничены. Ну, посмотрите, это наша собственная работа, она опубликована в прошлом году. Если мы берем женщин, у которых есть признаки клинические характеристики наследственного рака и у которых вот экспресс-тест на частые мутации не дала результата, то мы установили, что выполнение полноценного БРК-тестирования, когда прочитывается последовательность обоих генов, увеличивает количество выявленных носителей в 2-3 раза. То есть сейчас все-таки надо искать ресурсы для того, чтобы при наличии соответствующих клинических показаний БРК-тестирования было полноценно. Еще один существенный момент. Все-таки онкологи в основном ориентированы на то, чтобы лечить тех пациентов, которые к ним пришли. Но надо понимать, что когда мы говорим про диагностику наследственного рака, то очень важно не забыть, чтобы пациентка, у которой обнаружена мутация, пригласила на ДНК-тестирование своих родственников. Существует одинаковый риск передачи БРК-1, БРК-2 мутациям мужчинам и женщинам, потому что эти гены находятся не на половых хромосомах, а на аутосомах. Но при этом у мужчин опасна преимущество мутации БРК-2, тогда она может предполагать к раку простаты и раку поджелудочной железы. А если мы говорим про мутации БРК-1, то они, в общем-то, по-настоящему существенными повышенными рисками обладают в основном у женщин носительность, потому что у женщин есть молочные железы и яичники, а у мужчин этих органов нет. Ну и ещё одно очень интересное направление в современной молекулярной медицине — это попытка выявить те опухоли, которые не являются наследственными, но при этом они по своим биологическим свойствам напоминают БРК-ассоциированные опухоли. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы выявить те категории новообразования, для которых может быть эффективно лечение препаратами платины, ну и более современными препаратами при необходимости партингибиторами. Вот это свойство, когда спорадические опухоли похожи по своему биологическому фенотипу на опухоли наследственные, то есть характеризуют платиночувствительности, вот этот фенотип характеризуется словом БРК-1. На сегодняшний день это непростой тест, попытаться идентифицировать характеристики чувствительности препаратом платины в обычных спорадических опухолях. Но это наша совсем недавняя работа, она только что опубликована. Мы брали пациенток, правда, в данном случае это рак яичника, которые хорошо ответили на платино-содержащую терапию, плохо ответили на платино-содержащую терапию. И за счет этого мы разработали относительно простой тест, который, в общем-то, позволяет предсказывать, какая опухоль ответит на платино-содержащую терапию, возможно, фарп-ингибиторы, а какая не ответит. Разработка этого теста, ну, мне кажется, очень существенное достижение, потому что это увеличивает доступность подобного тестирования для пациентов. Это тест, который может выполняться в лаборатории. Ну и заключительный слайд. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...